Как же зарегистрироваться в Роблокс? Вводим месяц, день и год рождения. Далее вводим имя, под которым мы будем играть. Но обязательно его нужно запомнить. Наше имя будет логином для входа в игру. Далее создаем пароль. Во второй колонке повторяем тот же пароль, но обязательно в пароле должно быть цифры и буквы. Выбираем свой пол и нажимаем зелененькую кнопочку. На этом наша регистрация завершена. Обязательно скопируйте логин и пароль. С их помощью вы будете входить в игру. Ребята, всем привет! С вами канал Страна Игрляндия. Как вы понимаете, сегодня мы с вами поиграем в Роблокс. Ссылку на эту игровую платформу я оставлю в описании под видео. Роблокс это онлайн конструктор различных игр. Игр на этой платформе десятки тысяч. Первая игра, в которую мы поиграем, называется Балди. Я в нее играю впервые. В ней нужно будет найти 7 книг. Но найти и активировать эти 7 книг будет не так уж и легко. Ведь нам будет препятствовать учитель Балди. Скорее всего он библиотекарь, который охраняет эти книги. В левом нижнем углу показано, сколько книг найдено. Вся наша команда нашла 0 книг. На нас кто-то движется. Нужно делать ноги. Ну наконец-то! Первая книга! Вау! Нам нужно решать математические задания. Если честно, третье задание я решить не в состоянии. Напишем первое, что пришло в голову. Ура, ребята! Мы первые, кто нашли книгу. Осталось совсем немного. Найти 6 книг. Еще одна дверь. Надеюсь, здесь есть какая-нибудь книжечка. Нет, к сожалению, нету. Продвигаемся далее. Здесь также пусто. А это, по-моему, помощник Балди. И он нас преследует. Впереди зелененький. Это учитель Балди. Он бегает с линейкой. Если он один раз ударит нас этой линейкой, мы, к сожалению, выбываем из игры. Интересно, почему стена отличается? Здесь море денег! Мы можем подобрать монетку. Только, если честно, я даже не знаю, для чего они нужны. Посмотрим, сколько монеток мы сможем все-таки забрать из этого хранилища. После того, как мы взяли монету, должна пройти целая минута, чтобы взять вторую. К сожалению, таким образом разбогатеть не получится. А вот сейчас нужно быть аккуратными, чтобы не попасться под линейку. Учитель остановился и далее идти не собирается. А как же так? Здесь пройти не получается. До окончания поиска книг осталось всего две с половиной минуты. А книг, найденных всего одна. Единственным утешением для нас будет еще одна монетка. Если честно, я потерялся. И не помню, в какие двери заходил, а в какие нет. Двухголовый манекен движется и не один. Вау, что это было? И что делать? Ничего не видно. По-моему, еще и застрял. А вот и учитель, который выводит нас из игры. А ведь до конца оставалось чуть более минуты. Но вторую попытку в игре Балти мы делать не будем, а сыграем в игру прятки Hide and Seek. Рандомно выбирается комната. Ммм... Если попробовать выбрать комнату, которую ты хочешь, за это нужно заплатить. А сейчас, по-моему, выбирают того, кто будет искать. А вот и мы посмотрим, куда же здесь можно спрятаться. Или здесь нужно не прятаться. Вверху есть секундомер. И у нас осталось всего 34 секунды на какое-то действие. Почему-то все игроки стремятся в эту сторону. Ну, по крайней мере, целых три. Среди которых и мы. Пошел отсчет. Целых 4 минуты. Внизу вижу какие-то монетки. По-моему, их нужно собрать. Эти монетки называются кредиты. Мы нашли целых 3 кредита. Помимо того, что нас ищут и могут споймать, нам еще нужно собирать монеты. Ребята, если честно, разобраться с первого раза в игре сложновато. По-моему, мы спрятались неплохо. Но стоять на одном месте как-то скучновато. Никого не вижу до конца. Таймера еще 2 минуты 12 секунд. И для того, чтобы разведать территорию, еще есть немножко времени. Но самое главное, нужно продержаться до конца. Чтобы нас не обнаружили. Мне вот что еще интересно. Эти 3 кредита, после того, как мы закончим игру, скорее всего, останутся у нас в кошельке. И за них мы сможем что-то покупать. В верхнем правом углу, по-моему, количество игроков, которые остались. 8 игроков из 12. 4 человека вышли из игры. Или им помогли ее закончить преждевременно. И что это за синенький квадрат? Вау, ребята, это же батут! С его помощью мы можем высоко подпрыгивать. И преодолевать различные препятствия. Да что ж такое, еще бы немножко. И запрыгнули на второй этаж. Ну, наконец-то. Хотя бы куда-нибудь смогли запрыгнуть. Надеюсь, что за 25 секунд нас не смогут найти. Впереди никого не видно. Все где-то попрятались. 5, 4, 3, 2, 1. Да! Мы смогли закончить эту игру. И нам добавили плюс 10 кредитов. И на этом сегодня игру заканчиваем. С вами был канал Страна Игриляндия. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торzok